Здравствуйте, уважаемый Игорь Михайлович, губернатор, дорогие высокие гости, отцы, братья и сестры. Сегодня действительно, можно смело сказать, не впадая ни в какие привлечения, историческое событие, исторический день. В городе Твери, непростом городе, имевшем огромное значение в давней истории нашего Отечества, и сегодня также обладающий большим потенциалом, играющим свою важную роль в укреплении экономики и обороноспособности страны. Другими словами, Тверь никогда, по-настоящему не теряла своего значения, хотя и были времена ее ослабления. А не теряла и не может потерять значения, не только потому, что она прекрасно расположена географически, но потому, что здесь живет замечательный народ, трудолюбивый, талантливый народ, мужественный, который умел оборонять родную землю, который умел сохранять православие, несмотря на страшные угрозы, которые восстановил святыни, и вот этот замечательный кафедральный собор разве не является неким символом, выражением духовной силы тех, кто живет всем в Святом Граве, включая властей, воинства, людей состоятельных и совсем простых. Вот такая святыня может быть воссоздана только соборно, то есть всеми вместе, и только тогда, когда в ней есть потребность. А вот это самое-самое главное. Если существует потребность у людей иметь храмы, значит, у них есть потребность вступать в контакт с Богом. Причем не по привычке, не по какому-то обряду, а внутренняя, духовная и даже интеллектуальная потребность вступать в контакт с Богом. И ведь этот контакт, когда он искренен, сердечен, когда он наполнен верой, никогда не посрамляет того, кто в этот контакт вступает. Но разве бы люди на протяжении тысяч лет обращались бы к небесам, к Богу, если бы не получали ответа? Вот многие знают, если плохой чиновник, ну раз к нему сходили с просьбой, ну не помог, два не помог, а на третий раз уже никто не пойдет. Но не будет человек обращаться туда, откуда не приходит ответа, причем положительного, важного ответа. Вот этот факт наличия реальной связи с небом, с Богом является сокрушительным аргументом против всех тех, кто Бога отрицает. Приведите еще в пример что-то, отрицающее Бога, что на протяжении тысячи лет сохраняется не просто в традиции, в жизни людей, как одна из самых важных потребностей. Вот отвечая на эту потребность, а не на что другое, не тешая каким-то себя тщеславием или не создавая какого-то ложного авторитета, и было принято решение патриархам и синодам начать строить храмы на русской земле, которых так много было разрушено в года безбожного лихолетия. Ну и тогда ведь вот нас останавливали, говорили, что это все какая-то пиар-компания, что вполне достаточно храмов, да вот смотрите, в некоторых городах их так много, что и они народом не заполняются. В общем, не нужно строить никаких храмов. И вот это была не просто критика в мой адрес, поскольку я инициировал это строительство, это была критика в адрес всех архиереев, которые активно включились в то, чтобы строить храмы на территории их епархии. Ну а где сейчас эти критики? Кому в голову придет, что напрасно, вот мы сегодня молимся в этом храме, напрасно, пока строятся храмы на территории Тверской области, соседней Петербургской, Московской, Новгородской, никому в голову не приходит. Потому что даже самые критические наблюдатели за этим дивным совершенно процессом понимают. Может быть, Бог есть, может быть, нет, не знаем, но с уважением относимся к тому, что люди делают. Вот такое я часто слышал. А сколько людей к Богу пришло через строительство храмов? Начинают строители, инженеров, архитекторов, местных администраторов, руководителей. А почему? Да потому что храм – место присутствия божественной благодати. И уж нужно быть очень зачерствелым человеком, с таким каменным сердцем, с очень такими, то, что называется, детерминированными ложными идеями, мозгами, чтобы не увидеть за всем этим дивным движением людей к Богу в нашей стране, выражающийся в том числе и через строительство святых божьих храмов. Но строительство храма – это, как я уже сказал, результат духовного энтузиазма, несомненно, мировоззренческого подвига. Но, с другой стороны, ведь это и обязательства, которые берут все те, кто храм строил. Нельзя построить храм, а потом в него не ходить. Это строителям, архитекторам, начальству местному. Построили храм? Извольте. Иначе, как же можно объяснить ваши усилия по строительству храма? Как? Как-то что-то нехорошее. Может, ради денег строили? Или ради политического пиара строили, если он вам не нужен, храм Божий? Каждый новый храм – это призыв идти в храм, идти навстречу Господу. А придя в храм, подумать о себе, о своей жизни, подвергнуть самого себя такому суду, которому ты не хотел бы, чтобы никто тебя не подвергал. Суду своей совести, вычленить из своего жизненного опыта все самое тяжелое, гадкое, позорное, о чем даже стыдно вспоминать. А если сил хватит и на исповеди, чтобы смыть этот грех, чтобы его больше не было, чтобы с нового, чистого листа можно было писать свою жизненную историю. Вот все эти возможности открываются тогда, когда появляется храм Божий, когда возникает сильная православная община, когда совершаются богослужения, когда совершается общая молитва, когда возвышается дух человека и укрепляется дух народа. Я еще и еще раз хотел бы поблагодарить и властей, которые активно принимали участие, и церковное руководство, которое также вкладывало свой вклад. В первую очередь в лице владыки митрополита Амбросия, но знаю, многие другие помогали. Ну и, конечно, самая большая благодарность всем вам, мои дорогие, за то, что веру сохранили, за то, что строить храм помогли, за то, что наполняете и верю, и благословляю, и очень желаю, чтобы и впредь храм Божий вами наполнялся. Вот тогда, если по всей Руси Великой такое духовное возрождение народа произойдет, то никакие силы нас не победят. Кстати, это очень хорошо поняли и наши, как теперь говорят, стратегические партнеры. Те самые, которые ополчились на Русь святую, о чем мы молимся на каждом богослужении, которые силой, хитростью, попытками дипломатической изоляции, попытками экономической изоляции пытаются заставить Россию, русских, идти по тому пути, по которому они нам предлагают идти. Карла первого не послушали. Наши предки, помним, чем закончилось, что с Карлом произошло. Наполеона, который всю Россию победил, не послушались. Знаем, чем закончилось. Наши казаки стали разгузлывать вальяжно, с чувством собственного достоинства, по улицам Парижа. Ну, а потом самый страшный враг за всю историю, победивший всю Европу, подчинивший всего и себе все самые значительные научные силы, организовавший армию, которую никто никогда даже не видел по силе, по организации, по военному снаряжению. И вот взбрендилось, простите за грубое слово, этому человеку. Испытать силу свою, своей армии и двинулся куда? На Россию. Чем кончилось, все знают. Вот мои родители пережили ленинградскую блокаду. Отец, как инженер, участвовал в строительстве оборонных укреплений вокруг города Ленинграда. Я уже как-то раз говорил об этой истории, но еще раз скажу. Вот где-то в районе Луги они строили эти укрепления, и вдруг увидели, как бегут солдатики. Отец остановил их. Шесть человек взвод. И говорит, ребята, вы куда бежите? Бежим, бежим, отступаем. А почему вы не на боевой позиции? Один из этих солдатиков посмотрел и сказал, вот у нас одна трехлинейка на двоих. Нам сказали, когда одного убьют, второй возьмет. А на эту одну трехлинейку одна обойма, шесть патронов. А там танки идут. Как же мы можем с этими шестью патронами победить тех, кто на танках едет? Вот такое было соотношение сил. Можете себе представить, кто победил? Мы победили. Почему победили? Ну, конечно, мужество народа. Ну, конечно, мудрость военачальников. Ну, конечно, героизм армии. Но ведь и другие армии, сдавшиеся страшному врагу, и белье мудрых полководцев, и прекрасное военное снаряжение, и дисциплину, и сдались. Мы не сдались. И вот за всем за этим стоит не только личный героизм, воинов наших, не только талант полководцев, за этим стоит рука Божья. Именно так в том числе и наши военачальники времен войны и воспринимали свои победы. А потому иногда хоть и тайно, ну, уж больно высокое положение занимали, но приходили в храмы, ставились в свечки и молились. Не буду сейчас называть эти имена, всем хорошо известные, но знаю об этих событиях и свидетельствах близких к этим полководцам людей. Так вот, для того, чтобы нам не становиться горячо верующими, только когда становится уж совсем плохо, давайте мы с вами каждое воскресенье приходить в Божий храм. С этого начнем. Не с огромных подвигов. Храм построен, приходите в воскресенье в храм, приводите детей, мужа или жену, если у тех что-то такое, как говорится, в голове клинет и вот не очень подвигаются к тому, чтобы в храм прийти. Вот именно тогда-то мы и будем непобедимыми. Вот тогда-то Господь и благословит наше счастье, личное, семейное, общественное, государственное благополучие, потому что если построим храмы, а ходить в них не будем, тогда большая на нас ответственность и сильнее может быть и гнев Божий. Вот все это говорю вам, мои дорогие, для того, чтобы еще и еще раз сказать, об огромном значении Божьего храма в духовной жизни человека и о решающем значении для человека веры в Бога. Решающее значение в определении личного, семейного благополучия, а также и в обеспечении подлинного благополучия страны и всего народа. Пусть Господь укрепит нашу веру. Пусть эта вера никогда не будет обряда верной, внешней только. Она всегда должна поселиться в нашем сознании и в нашем сердце. И вот тогда каждый из нас и все вместе станем непобедимыми. Вот всему этому учит история нашей Церкви, в том числе и история этого Тверского края. И, конечно, навеивают эти мысли замечательный, возведенный вашей верой и вашими трудами Величественный Кафедральный Собор. Да хранит Господь землю русскую, землю тверскую и каждого, кто с верой и надеждой обращает свое сердце и свою мысль к Господу и Спасителю нашему. Аминь! С праздником вас поздравляю! Субтитры создавал DimaTorzok